Цены на сено в области очень высокие. В некоторых районах Сарулон требует порядка от 8 до 10 тысяч тенге. Причиной тому засуха. За все лето осадки на территории региона выпадали редко и скудно. Поэтому вопрос с заготовкой кормов стоит остро. Сельхозтехника Нурбулата Жубаева вот уже который день простаивает, потому что на сотнях гектарах его полей сена нет. От безысходности пришлось даже собирать сухостой и камыш. Но и это только треть от необходимого объема кормов на зиму. Теперь придется продавать скот, говорит фермер. Будем сдавать скот. Надо оптимизировать стадо. Все это из-за засухи. Переживаем. Что будет дальше с сельским хозяйством? Как его развивать? Для нас это очень важно. Аклбек Сагитов проблему решает по-своему. Скоординировав трактора и грузовой транспорт, он ездит за сеном за 300 километров от села. Это выходит намного дороже, но другого выхода нет, поскольку сейчас первостепенный вопрос сохранить зимой накопленное годами поголовье. Мы договорились с фермерами Тиректинского района, у которых много земель, и они не успевают собрать сено. Или собрали необходимый запас и могут поделиться. Мы везем туда технику и сами себе собираем корм. На данный момент мы готовы к зиме на 60-70%. Сейчас в северных районах области стоимость сена намного повысилась. Если в прошлом году цена за рулон не превышала 5000 тенге, то сейчас аграриям приходится раскошелиться и отдавать за него 8, а то и 10 тысяч. Особенно сложное положение в Косталовском, Акжаикском, Жангалинском, Букиординском районах и районе Байтирек. Поэтому ответственные органы ищут пути решения возникшей проблемы. Ведется закуп сену с других районов, где всходы были хорошими. Это Сырым, Каратубе, Шингрлау и Тоскалинские районы. На сегодня приобретены 18 300 тонн. На данный момент с полей области собраны 60% сена. С остатками кормов прошлого года это составляет 91% необходимых на зиму кормов.